Девушки отдыхают Самопожертвование ради близких занятия рискованное и неблагодарное. Платой за такой поступок может стать не только черная неблагодарность, но и безвозвратная потеря семейного счастья. Копите себе деньги, береги ипотеку сыны и священнолетние дети. Урганопеки не пропустят такой вариант обмена. Я не собираюсь ехать в коммунальную квартиру. Если свекровь монстр из фильма ужасов, да еще и живет с вами в одной квартире, остается только один вариант. Собрать вещи и разойтись с ней в разные стороны. Но легко ли на самом деле разъехаться из муниципальной квартиры? Это все знали. Это моя игра. Я люблю в бильярд поиграть. Я люблю там в доминошки. Ваша честь, он всю жизнь только зарабатывал тем, что играл в карты. Только не в онлайне, а в реале. Если ваш тесть – страстный игрок, влюбленный в карты, не стоит его искушать. Иначе вы рискуете потерять не только свои деньги, но и разрушить отношения с горячо любимым родственником. Оставайтесь с нами. Истец Ольга Фролова, домохозяйка из Питера, обращается в суд с иском о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка в твердой денежной сумме 12 тысяч рублей ежемесячно. Ответчик Антон Фролов с иском не согласен. Утверждает, что и так содержит своего ребенка. В честь, с Фроловым Антоном Ивановичем мы находимся в браке полтора года. У нас есть ребенок, пять месяцев мальчику Саша. Я хочу ежемесячно получать в виде алиментов в твердой сумме, вернее, алименты в твердом виде, грубо говоря, 12 тысяч четко. Я не хочу на какую-то часть претендовать от заработка, как обычно. Я хочу получать эти деньги четко 12 тысяч. Так как мой муж достаточно хитрый человек, поэтому я просто боюсь, что он с начальством договорится, зарплату преуменьшать будет сильно, и нам будет не хватать на ребенка. Ситуация сложилась такая, в общем, мы в браке, я не хочу разводиться, но денег муж на содержание ребенка на данный момент не дает. Когда у нас только родился ребенок, все было замечательно. То есть муж мой хорошо зарабатывает. Вот у меня есть справка о его доходах, 56 тысяч рублей. Да откуда? 56 тысяч рублей, так в твоей справке написано о доходах. Плюс он занимается еще частным извозом по ночам, по вечерам. Ну, сам он как-то обмолвился, что тысяч 10-12 у него получается. То есть, в общем-то, все эти деньги на данный момент уходят мимо семьи, потому что 4 месяца назад так получилось, что до этого он все деньги приносил в семью, все было замечательно. Дело в том, что у него есть еще один ребенок, старший мальчик, ему 4 года, от его гражданской жены, с которой он жил до нашего с ним брака. Вот, и, ну, там Адам не предъявлял никаких требований, то есть не требовал алиментов, ничего, поэтому все деньги оставались у нас в семье, нам хватало. Вот, а 4 месяца назад вместо зарплаты он принес какие-то там 3 тысячи и сказал, все, больше в течение месяца денег никаких не будет. То есть, так как я не работающая мать, ребенок маленький, я не могу работать, я, собственно, сама никаких доходов не имею. Ребенка получаю пособие 2190 рублей, а как бы вот декретных денег я не получаю, потому что до рождения ребенка я не работала. Вот, и получается ситуация, что на эти деньги, ну, сами понимаете, жить, в общем, просто нереально. Вот, а на мои всяческие расспросы, возмущения, куда, в общем-то, деньги уходят, он объяснил, что деньги уходят в ту семью. Так как там такая ситуация сложилась, что сын заболел, его старший сын Дима, там мама его проглядела как-то, начались осложнения после серьезной простуды, и когда спохватились и пошли к врачам, оказалось, что нужно срочно оперировать ребенка, операться на сердце, то есть срочно. Он собрал все деньги, все, что было, отдал туда. Ну, пожалуйста, я как бы, ну, я все понимаю, тоже ребенок, жить тоже всем хочется. Но когда это началось повторяться из месяца в месяц, вот последний месяц он вообще нам денег не дал. На все мои требования как-то, ну, содержать ребенка, он просто собрал вещи и ушел жить туда, в ту семью. И последний месяц он не давал нам ни копейки. Вот если бы не мои родители, пенсионеры, которые как-то пенсии нам свои помогли, мы бы, наверное, с голоду умерли. Потому что, ну, нереально там в районе двух-трех тысяч прожить с маленьким ребенком пятимесячным. Вот, поэтому я хочу быть уверена, что мой ребенок не будет голодать, будет получать все самое необходимое, что ему надо. Вот это вот 12 тысяч я посчитала исходя из самого необходимого. То есть там питание детское, грубо говоря, там памперсы, игрушки, ну и так далее. Вот. Я очень прошу суд взыскать с моего мужа вот такие алименты. Я поняла. Будьте добры. Пожалуйста, свидетельство о рождении ребенка и свидетельство о заключении брака через судебного пристава. Передайте, пожалуйста. Так, пожалуйста, ответчики, я вас слушаю. Боже, честь. Все дело в том, что я согласен помогать своему сыну Саше, но я сейчас вынужден помогать сыну Диме. Простите, пожалуйста, вы сыну совместную с инститцией, вы не должны помогать, вы обязаны его содержать. Это ребенок, рожденный в браке, вы его родитель, и вы обязаны его материально содержать, а не помогать. Я вас слушаю. Значит, просто хотел бы объяснить по обстоятельствам. Во-первых, откуда у него эта справка взялась о моей такой зарплате замечательной, я не знаю. Эта справка изготовлялась для посольства Германии, чтобы мне без проблем получить визу, зарплата должна быть большой. Ответчик, ответчик, ответчик. У меня есть справка о доходах 30 тысяч. Ответчик, скажите мне, пожалуйста, с вашей точки зрения, естественно, сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком. Пособие, которое выплачивается, ну, я не знаю, насколько оно должно по дням хватить на маму неработающую и ребенка грудного, да? С вашей точки зрения, ваша супруга с вашим ребенком на какие средства должна жить? Ну, вот 3 тысячи, я просто сейчас дать больше не могу. У меня же есть сын, который... Ты 3 тысяч не дал в последний месяц. Гуля, вот ты можешь потерпеть всего полгода. Да за полгода у меня ребенок умрет с голодью. В конце концов, у тебя родители есть. И что, два пенсионера, которые в другой области. Ты сама дизайнер нормальный, ты можешь спокойно дома работать. А кто мне будет заказчиков? Интернет есть. Какой интернет? Обычный компьютер станет. Любое коммерческое объявление денег стоит. Где я деньги возьму на эти объявления? Где я возьму деньги на материалы, на нитки? Да еще на что-то. Ваша честь, я же не отказываюсь от всего этого. Как не отказываюсь, ты же денег не даешь. Вот, полгода, ну подожди. Потому что сейчас очень важно парня поднять. Я могу подождать, ребенок твой не может подождать. Ребенок с голоду умрет. Жить-то ему надо как-то. Вот ты мне постоянно так мозги промывала? Я поэтому ушел. От них, ваша честь. Потому что уже, вот это не важно. Мало того, что Дима нуждается в уходе. Да, проще уйти, а ребенка не кормить. Пусть мама там как хочет его кормить. Так ты мне каждый день блещ проедал. Я же объяснил, в чем дело. Я же не пропиваю эти деньги. Я все понимаю. Но ребенок, мой ребенок, я как мать. Я должна его чем-то кормить. Где я возьму? Ты хоть знаешь, что месяц машина в ломбарде уже стоит. Вот она справа. Ты еще и машину заложи. Конечно. А как мы дальше будем? Так на операцию деньги где? Выкуплю. Так можно обратиться в государственное учреждение. Получить квоту медицинскую на ребенка. Срочно, спасибо, на моей работе меня в Германию отправили, просто чтобы консультацию хотя бы пройти по полной дороге. А этот ребенок тебе не нужен, что ли? Этот пусть болеет и умирает? Или как вообще? Он не болеет и не умирает. Пока. Пока, слава богу. Ну подожди, что полгода. Ну ты что за полгода без денег, без еды, без лекарств ребенок? Какой без еды? Ты что, сирота на Марсе одна живешь? Вот ты понимаешь, возможно, ситуация какая. Я просто с тобой развожусь, вот если ты действительно так настаиваешь, ты четверть от моей зарплаты будешь строго получать по суду. Ну правильно, ты пойдешь к начальству, договоришься со всеми этими там своими справками. Чему ты поговоришься? Она также может на меня алименты подать и с моей помощью я обязательно посоветую. Я ей буду платить также по суду, но я все равно все остальные деньги, которые мне остаются от алиментов, я буду деньги сейчас относить, понимаешь? Потому что человек умирает. А этот не умирает с голоду, да? Ну он не умирает с голоду, он не говорит, он не умирает. Будет через несколько месяцев, если ты опять же не заплачешь деньги, на еду на все столицу. Будьте добры, пожалуйста, мне справочку вашу о доходах и медицинские документы, подтверждающие ваши расходы. А то, что ребенок болеет, вот здесь карта, все, короче, глядит. Да, пригласите, пожалуйста, в зал свидетеля-ответчика. Свидетеля-ответчика, пройдите. Ваша честь, меня зовут Орехова Наталья Павловна. Ваша честь, если вы сейчас присудите алименты истицы, вы поймите, это для нас просто катастрофа. Ну нельзя сравнивать Диму и Сашу. Как это? Они оба... Диму в данный момент проходит курс реабилитации. Нельзя сравнивать. Он... Шесть месяцев эти для него очень важны. Это дальнейшая его жизнь. Мы оплачиваем многих врачей. Реабилитолога, специалиста, который упражнениями с ним занимается, кардиолога, психолога. 12 тысяч, это очень важно для нас сейчас в данный момент. Надо было срочно, поймите, срочно что-то делать. Я никогда не просила одних ни копейки. Я воспитывала ребенка сама. Я не спрашивала ничего. И потом я ничего не попрошу. Просто полгода. Дима нуждается в уходе. Вот на данный момент. Антон работает, все деньги уходят на ребенка. А моему-то что делать? Вот я тоже мать, моему что делать? Как его кормить? Все время ребенка одна. Я воспитывала, я не просила у вас ни копейки. На данный момент просто полгода подождать, пока ребенок выздоровеет. Это самое важное время для ребенка, чтобы он встал на ноги. Кормить мне чем моего ребенка, пока ты выздоровеет? Ну а что вы с голоду умираете? Я же не умерла с голоду. Я же выжила, я подняла ребенка. Значит у тебя были какие-то родственники, которые тебе деньги давали. Я одна воспитывала ребенка. И это уже значит тебе произвольно. Он не бросает вас, поможет он вам полгода просто подождать. Полгода вы будете сидеть голодать, а потом, если выживете, все будет хорошо. Так, что ли, получается? Да еще никто не умер от этого. Пока нет, но еще полгода впереди. Ситуации разные тоже бывают, можно разные моменты. Вы поймите, я работаю на полставки всего, я получаю 10 тысяч. Когда меня нету, с ребенком няня остается, ей же тоже нужно платить. Я все делаю возможное, чтобы он быстрее выздоровел и просто забыть про них. Я не буду к ним обращаться потом. Мне нужно в данный момент просто, в течение полугода, чтобы Антон нам помог. Он же их не бросает. Он нас бросил. Он живет уже с вами целый месяц неделю, чтобы ребенку-то вы мучили. Это же его такой же ребенок. Он его 4 года не воспитывал, ничего не помогал нам никак. Может он в эти полгода просто нам помочь, пока ребенок болит? Может, но не забывая своего второго ребенка. Да он его не забывает. Какой не забывает? Он принес хоть за этот месяц, хоть копейку, хоть продукты, хоть что-нибудь. Ну а что, если он вас сбросит и будет получать алименты, вы выживете, лучше станет вам. Так, суд удаляется, а принятие решит. Прошу всех встать. Далее в программе. Копите себе деньги, берите ипотеку. И несовершеннолетние дети. Орган опеки не пропустит такой вариант обмена. Я не собираюсь ехать в коммунальную квартиру. Когда родственники подссорились и не согласны с разменом, не стоит падать духом. Главное найти доказательства, что отдельное жилье вам необходимо. И в результате получить именно то, что нужно. Это все знали. Это моя игра. Я люблю в бильярд поиграть. Я люблю там в доминошки. Ваша честь, он всю жизнь только зарабатывал тем, что играл. Я конструктор был. Не в онлайне, а в реале. Как известно, картежники люди азартные и нежадные. Вот только рисковать семейным бюджетом с ними не стоит. Даже если игрок ваш родной тесть, а его противник ваш личный компьютер. Оставайтесь с нами. А теперь вернемся в зал суда. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования истца, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, опросив свидетеля со стороны ответчика и рассмотрев представленные доказательства, иск о взыскании алиментов удовлетворяет частично и взыскивается ответчика в пользу юстиции на содержание несовершеннолетнего ребенка, алименты в размере 1,6 заработка и нового дохода ежемесячно до совершеннолетия ребенка. Суд взыскивает с ответчика в пользу юстиции алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка, потому что независимо от материального и семейного положения, родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Суд не удовлетворяет требования истца о взыскании алиментов в твердой денежной сумме, потому что ответчик имеет регулярный заработок, а взыскание алиментов в твердоденежной сумме производится в случаях, если у родителя отсутствует заработок, либо его заработок является нерегулярным, либо меняющимся. Размер алиментов устанавливается в размере 1,6 заработка иного дохода в соответствии с требованиями части 1 статьи 81 Семейного кодекса Российской Федерации. С учетом того, что ответчик это двое детей, которых он обязан обеспечивать, и то, что на содержание другого ребенка в настоящее время требуются дополнительные расходы, вызванные состоянием здоровья ребенка. Истец и ответчик суд огласил свое решение благодаря свидетеля за участие в судебном заседании. Дело закрыто. Решение суда. Иск удовлетворить частично. Я думаю, теперь ничего не помешает моему мужу договориться со своим начальником о том, чтобы ему принизили зарплату. И буду я ребенка своего растить на 2-3 тысячи в месяц. Ну что ж, я надеюсь, что не удастся поднять старшего сына и не испортить отношения с матчей моего мамой. А теперь вернемся в зал суда. Истец Марина Дронова, домохозяйка из Калуги, обращается в суд с иском о принудительном обмене жилой площади. Ответчик Ирина Дронова, пенсионерка, исковые требования не признает. На обмен не согласна. Пожалуйста, истец, обоснуйте ваши исковые требования. Ваша честь, я обращаюсь к вам с принудительным обменом жилой площади. Дело в том, что я 5 лет назад вышла замуж. Муж меня прописал в своей квартире. У меня есть дочка от первого брака. Сейчас мы с мужем хотим разменять квартиру. Почему? Потому что с моей свекровью, Ириной Ивановной, жить совершенно стало невозможно. Она такой стала недавно, но сил нету никаких. Истец, простите, пожалуйста, у вас должна быть доверенность на представление интересов вашего супруга. Есть она? Безусловно, да. Будет без года недели, а уже меняет мою квартиру. Ответчик, ответчик, через судебного пристава передайте, пожалуйста. Ответчик, это не ваша квартира, она государственная. Вы занимаете квартиру по договору социального найма. Пожалуйста. Давайте будем близки к объективным обстоятельствам. Все документы на квартиру у меня есть. Наша квартира, она 70 квадратных метров. Я подобрала очень хорошие, я считаю, варианты. С мужем мы их согласовали. Нам, поскольку мы имеем двух несовершеннолетних детей, нужна двухкомнатная квартира. Иначе органы опеки просто не пропустят другой вариант. А Ирине Ивановне мы нашли комнату в хорошем районе, 19 квадратных метров. Ну, вот у нас проблема возникает, потому что ответчик совершенно не согласен с нашим вариантом. Естественно. Она не согласна, да. Но она нам жизни не дает вообще никакой. Она, мою дочку от первого брака, она ее замучила. Она, я просто элементарно боюсь, что она кипятком может ее ошпарить. Ну что ты болтаешь? Я воспитываю твоих двух детей. Воспитываю твоих двух детей. У меня старшей дочери нельзя ничего ровным счетом. Она должна сидеть тихо на стуле, такое вот ощущение. Хулиганка она у тебя. Хулиганка она у меня. Ей ничего не позволительно. То есть младший растет у нас, ему 4 года. Он избалованный за счет того, что его воспитывает иной раз Ирина Ивановна. Воспитывала бы сама, а ты не работала. Воспитывала бы сама. Я работаю. Жизни нету никакой, ваша честь. Поэтому мы к вам обращаемся за помощью. Для того, чтобы нам помогли разменять эту квартиру. Так, вариант, который вы предлагаете, пожалуйста. Вариант мы предложили. Двухкомнатная квартира нам, потому что у нас мальчик и девочка. Нам с мужем, у нас 4 человека. И 19 квадратных метров комната в хорошем районе для Ирины Ивановны. А сейчас ответчик в какой комнате проживает? Сейчас у нас квартира, трехкомнатная квартира, 70 квадратных метров. Нет, ответчик в комнате какого метража проживает? 18 метров. 18 квадратных метров. То есть она как бы на метр даже больше получит. Да, ну плюс еще так называемая площадь общего пользования, включая ванную комнату, кухни и коридоры. Правильно? Это же не ваша жилплощадь. Ну да. Она общая в данной ситуации. Муниципальная квартира. Муниципальная квартира. Нет, я не об этом говорю. Я говорю о том, что общего пользования, совместного пользования у нас относятся в вспомогательные помещения, так называемые. Они, если я правильно понимаю, по сопоставлению с теми же объемом вспомогательных помещений в коммунальной квартире, в данной ситуации больше, да? Ну, да. То есть вы считаете, что ответчик должна согласиться, всю свою жизнь проживая в отдельной квартире, она должна согласиться на вариант, когда она уедет в коммунальную? Ваша честь, ответчик, у нее есть деньги, у нее есть сбережения, она может добавить. Ты мои деньги, пожалуйста, не считай. Вы свои зарабатываете. Мы зарабатываем, насколько можем. Но получается так, что нет, к сожалению, другого варианта для того, что мы могли благополучно разъехаться. Мы бы и не претендовали на этот разъезжий, или бы и жили спокойно. Истец, простите, пожалуйста, конечно, это не совершенно, знаете, не для судебного процесса, но можно я вам вопрос задам? Ответчик на эту квартиру зарабатывала? Я не имею в виду деньги, я не это имею в виду. Ваша честь, мы ее получили с мужем на предприятии много лет назад, и всю жизнь там прожили. Зарабатывала? Истец, скажите мне, ну вот ответчик вместе со своим супругом, наверное, долго... Они получили на предприятии квартиры? Да, долго, да, совершенно верно, долго и тяжело работали для того, чтобы заработать на эту квартиру. Тут появляетесь вы. Вы появляетесь. Своим ребенком. Через какой-то период времени, да подождите, при чем тут это, через какой-то период времени, да не хочу, я не могу жить, ну я не могу и все, отдайте мне. Ну вы считаете, что это вот так вот правильно? А вы такие молодые и сильные, но взяли бы и заработали сами себе на квартиру. Ваша честь, поймите, пожалуйста, мы работаем, но вот именно в данный конкретный период времени, получается так? Копия финансово-лицевого счета, договор социального найма и предлагаемый вариант вместе с техническими паспортами. Все документы я передаю. Копия КБТИ. Пожалуйста, отвечки, я вас слушаю. Ваша честь, естественно, я с этим иском об обмене своей квартиры не согласна. Не вашей, государственной. Государственной. Естественно, мы с мужем получили эту квартиру, я там живу, прошло много времени, и почему я на старости лет должна поехать в коммунальную квартиру? На каком основании? Я говорила своему сыну. На том основании, что вы не надо вашему сыну ничего говорить, ваш сын взрослый мальчик. Он женился, несет ответственность за свою семью. И даже если вам очень не нравится ваша невестка, не вы, простите меня, женились на невестке, а ваш сын. Уважайте выбор вашего сына. Я уважаю. Нет, да ничего, ответчик. Вы сейчас имеете ровно столько, сколько любви вы дали вашей невестке. Вот сколько вы дали ей любви и тепла, столько вы сейчас и имеете. Поэтому вопрос у вас риторический, почему вы должны жить в коммунальной квартире. Я не хочу жить в коммунальной квартире, я согласна, они подобрали хороший обмен. Хорошо, давайте я поеду в другую квартиру, езжайте вы в комнату, зарабатывайте, берите ипотеку, покупайте, расширяйте себе, улучшайте жилищные условия. Отвечек, а вы не пробовали по-другому выстроить свои отношения в вашей семье? Не пробовали, отвечек? Сначала мы жили нормально, и пробовала я все отношения построить. Да ничего вы не пробовали. Сначала мы жили, я жила с мужем в одной комнате, они же с сыном в другой, а в третьей жила ее дочка. Но дело в том, что муж со мной развелся, и сейчас его нету. Правильно сделать, что ты знаешь. Когда я узнала, что моя сноха подала иск о размене квартиры, я написала заявление в полицию с просьбой разыскать моего мужа, бывшего, так как он три года уже не появляется. Они провели разыскные мероприятия, ответили, он не числится в умерших, но найти его не смогли. Хорошо, сейчас его нету, но пройдет три года, он возвращается в свою комнату, которую они мне предлагают. А если он еще приедет с женой, да еще молодой, так, извините, а я тоже, может быть, свою личную жизнь устрою. И что получается? В одной комнате, в одной комнате, мы будем жить в четвером. И потом, ваша честь, вы знаете, что получилось? Это она виновата в том, что моя семья распалась. В чем я виновата? Жили сначала прекрасно, потом, конечно, Марина завеременела, и вдруг ей захотелось стать детективом. Стала за моим мужем следить, попаться в вещах, смс-ки читает. Вы знаете, подглядывая... Она все придет, неправда это. Я сама знала, что у мужа есть любовница, честно скажу. Да, знала, она и жила с этим. Ну и что? А меня это все устраивало. Зачем к нему-то приставать? Начала, я хочу семью сохранить, как вам не стыдно? Зачем вы налево гуляете? Вы представляете, что она делает? Естественно, муж подал на развод и ушел от меня. И теперь, на старости лет, с пенсии в 12,5 тысяч, я должна жить в коммунальной квартире, хотя условия у меня совсем были соответствующие. Я на пенсию не проживу. Ваша честь, я не согласна с их решением. В двухкомнатную я поеду. А вы давайте, пожалуйста, копите себе деньги, берите ипотеку. У нас в квартире прописаны несовершеннолетние дети. Органы опеки не пропустят такой вариант обмена. Я не собираюсь ехать в коммунальную квартиру. Мой последний ответ. Вот что я хотела. Да, документы ваши передайте, пожалуйста. Пожалуйста. То есть в настоящее время ваш супруг после расторжения брака... Неизвестно направлено. Нет, я понимаю, что остался зарегистрирован в этой... Да, в нашей квартире. Ну, обращайтесь в суд с требованием снятия его с регистрационного учета. Ну, если вы хотите в дальнейшем избежать каких-то притязаний определенных, ну, ставьте вопрос, обращайтесь сначала в паспортный стол. Там вам наверняка откажут. Они скажут, что для этого есть суд. Дальше идите в суд с исковым требованием. О снятии его с регистрационного учета. Поскольку он достаточно долгое время отсутствует. Вы обращались в правоохранительные органы. Я думаю, что никаких препятствий у вас особых не будет. Вы обратились только сейчас, буквально недавно. Что? Я говорю, обратилась только совсем недавно. До этого все устраивало. Естественно, перед судом. Нет, а что должна была сделать, естественно, с вашей точки зрения? Ну, скажите. Ну, вообще-то, когда... Как я считаю, если муж у нее пропал, она должна была знать, где он находится. Простите, бывший муж? Ну, бывший, да. Билл свалится на мою голову в коммунальную квартиру. А почему же он свалится? За три года не свалился, а сейчас свалится? А он там проописит. Вот знаете, как правило, в эти моменты и происходит. Суд удаляется для принятия решений. Далее в программе. Это все знали. Это моя игра. Я люблю в бильярд поиграть. Я люблю там в доминошки. Ваша честь, он всю жизнь только и зарабатывал тем, что играл в карты. Как только не в онлайне, а в реале. Если ваш тесть – страстный игрок, влюбленный в карты, не стоит его искушать. Иначе вы рискуете потерять не только свои деньги, но и разрушить отношения с горячо любимым родственником. Оставайтесь с нами. А теперь вернемся в зал суда. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслужив исковые требования истцов, возражения ответчика по заявленным исковым требованиям, рассмотрев все представленные документы и доказательства, в иске о принудительном обмене жилой площади считает необходимым отказать. Действующее жилищное законодательство допускает принудительный обмен жилого помещения, который занимается по договору социального найма. В соответствии с правилами части 3 статьи 72 ЖК РФ. Но в данном случае суд отказывает в иске, поскольку хотя истцы и подобрали для принудительного обмена жилую площадь того же правового режима, то есть социального найма, размер предлагаемого для ответчиков жилого помещения комнаты в коммунальной квартире, менее их доли жилой площади в данной квартире. Суд учитывает то обстоятельство, что ответчики, обратите внимание, я говорю во множественном числе, поскольку муж ответчицы в настоящее время еще зарегистрирован на данной жилой площади. Поскольку ответчики проживали в отдельной квартире, им для принудительного обмена предоставлена комната в коммунальной квартире, и в этой ситуации предлагаемый вариант является достаточно удаленным районом, из-за чего ответчик должна будет длительный период времени, пока не произошла бы перерегистрация, обращаться в соответствующие медицинские учреждения, пользоваться услугами пенсионного фонда и так далее. То есть по совокупности суд считает, что предлагаемый вами вариант является значительным ухудшением жилищных условий. Естественно, вы абсолютно правы, потому что именно по предлагаемому вами варианту вы получили предварительное согласие органов опеки и попечительства на данный принудительный размен, поскольку там несколько иная процедура, когда если бы суд вынес решение. Естественно, при том, что вы будете подыскивать вариант, который не гарантирует детям соответствующие жилищные условия, конечно, органы опеки никогда такое согласие не дадут. Поэтому единственный вариант, который остается, это проводить приватизацию. Не знаю, насколько ответчик будет согласен на эту приватизацию, но вот исходя из вашего метража, в принципе, если бы квартира была приватизирована и вы бы достигли определенного согласия, между собой можно было бы продать эту квартиру, купить достаточно приличное жилье для ответчицы, ну и немножко квартиру, похожую, двухкомнатную для вас. Истец и ответчик суд огласил свое решение, дело закрыто. Прошу всех встать! Решение суда. В иске отказать. Я поняла одно, что нам все-таки с мужем придется брать ипотеку, потому что жить со своей свекровью мы не сможем и не будем. Я буду продолжать искать своего бывшего мужа, и будем решать вопрос приватизации квартиры, а потом ее продать. А теперь вернемся в зал суда. Истец Игорь Никонов, продавец, требует возмещения материального ущерба, связанного с утратой денежных средств, в размере 60 тысяч рублей. Ответчик Виктор Зарубин, пенсионер, с иском не согласен. Утверждает, что не имел намерения причинять истцу материальный ущерб. Я требую возмещения мне материального ущерба 60 тысяч рублей, так как ответчик, который является моим тестем, Зарубин Виктор Иванович, воспользовался без моего разрешения моим компьютером для игры в онлайн и проиграл 60 тысяч рублей. Повторю, что разрешение пользоваться компьютером и тем более моим депозитом я ему не давал. Вранье! Ответчик, ответчик. Поэтому считаю, что он просто обязан возместить мне эти деньги, причем факт игры он не отрицает. Давайте с самого начала расскажу, как было. В общем, 10 числа к нам в гости приезжает наш горячо любимый тесть. По вашему приглашению? Встретили его по-человечески, накормили, посидели, выделили ему комнату. В этой комнате как раз стоял компьютер. Знаете, я сам люблю играть, часто играю, но играю с умом, делаю маленькие ставки. И оставили вот как раз тестья на свою голову одного дома, сами с женой вышли на улицу прогулять собаку. Ну, отсутствовали примерно часа два. Вернулись, я захожу в комнату, а он сидит, режется с моей страницы. Я бегом проверять депозит, там ноль. За два часа он успевает перевести все деньги с карты на счет покер-рума, на все деньги купить фишек, и все эти деньги умудряется еще проиграть. У меня имеется справка о том, что деньги с IP-адреса снимались согласно проигранным ставкам. Простите, пожалуйста, истец, а кто показал ответчику, как можно войти... Ответчик, подождите, подождите. Кто показал ответчику, как можно войти в этот сайт? Как необходимо пользоваться, как вы говорите, депозитом? Как на этот депозит можно приобрести фишки? Это же целая система, правильно? И человек незнакомый, ну, вот человек, который незнакомый с этой системой, это же списание, если я правильно понимаю, этот депозит должен быть, наверное, гарантирован вашей карточкой, да, пластиковой? Само собой. Как я уже говорил, я просто сам любитель поиграть. Нет, вы ответьте мне на вопрос. Кто ответчику показал, как пользоваться этой системой? Честно, без понятия, кто ему показал. А что, ответчик сам по себе адрес нашел, по которому можно войти? Я думал, что он вообще компьютером пользоваться не умеет. Оказывается, прекрасно умеет пользоваться компьютером. То есть, кто ему показал, я без понятия. Я думал, что он... И что, вы хотите сказать, что вот система списания денежных средств, она что, пароли не имеет? Нет, имеются пароли. А как ответчик узнал пароль? Я... Пароли были введены в компьютер уже, номер карты... Ответчик, ответчик... Ответчик, встаньте... Ответчик, встаньте, пожалуйста, нормально. Будьте добры, да. Номер карты, код были уже введены, потому что я до этого играл, и... Ну, я не выключаю компьютер, я постоянно в интернете, постоянно играю, и просто компьютер был включен. Ему что оставалось сделать, то есть, войти на страничку, ввести нужную сумму... А как войти на страничку-то? То есть, она была открыта. То есть, не надо было входить? Нет, я до этого играл. Так, а пароль где размещался на страничке? Пароль там все уже были введены. Ну, это было введено, я... Мне выписку по движению денежных средств. Будьте добры, пожалуйста. Пожалуйста, ответчик, я вас слушаю. Так вот, это все вранье, ваша честь, то, что он говорит. Ну, не все, а, во-первых... Так вот. Да, он на меня мало обращал внимания. Вообще, у нас сложные отношения с Игорем, с моим дятем. Вот. Но в этот раз он вдруг позвонил. Виктор Иванович, не хотите ли к нам в гости? Приезжайте, чайку попьем. Чисто по-человечески, конечно. Чисто, да, я приехал, чаю попили, действительно. Завел меня в комнату, с ночевкой пригласили. Там компьютер стоит открытый, пожалуйста. Он говорит, Виктор Иванович, мы сейчас пойдем погуляем, а вы вот хотите, в покер поиграйте. Вот тут можно вот этой кнопочкой прикупить фишки, и тут можно ставки сделать. Броньё, во-вторых, это... А я покер-то люблю играть, он это знает. Ну, я больше вживую играю, в общем, пальчиками. А компьютер, мы старые поколения, мы не очень владеем, это понятно. Ну, вас показали-то, что, я мальчишка сообразительный, я начал играть. А потом он прибегает, ой, вы меня назарели, вы меня прямо обули всего. Что ты берешь? Все, там вообще мои деньги проиграли. Я к компьютеру своему близко никого не подпускаю. Я вирусов боюсь как огня. Ты бы его унес с собой на улицу, если бы ты боялся. А я не знал, что ты даже компьютером... Ну, естественно, простите, пожалуйста, по крайней мере, человек, который добросовестно и осмотрительно относится к информации, хранящейся у него в его индивидуальном компьютере, делает следующую вещь. Он его выключает. Если, как вы утверждаете, вы не хотите туда допускать посторонних. Но любой порядочный человек спросил бы, можно или нет. Ты бы не сам сказал, можете поиграть, приятно... Подождите, подождите. Я тебе ничего не говорил. Подождите, подождите, отвечу. А вы мне теперь поясните. Вы сами утверждаете, что у вас с истцом достаточно сложные взаимоотношения. Чем вы тогда объясните? Вдруг такую несказанную доброту, которую проявили. Не только пригласили с ночевкой, но еще как бы сказали, вот компьютер, вот пароли, вот деньги, вот играй по... Конечно. С чем это было? Потом я понял. Я думал, просто он хочет наладить отношения, которые у нас были. Так, кстати, они шаткие, вот, а потом понял, что это была подстава чистой воды. У нас были нормальные отношения. Подождите, а зачем? Объясняю. Он положил, Игорь, положил глаз на мою дачу. Дача хорошая, двухэтажная, далеко, в Тульской области, но ничего. И он думал, что я на него ее, значит, распишу. А я неделю назад сказал ему, что я завещание написал на сына своего, на Ивана. И тут он, значит, начал крутиться, как уж. Ах, думал, что бы предпринять. И вот предпринял, решил меня подставить. Мол, ты меня, значит, на 60 тысяч обул, теперь дача моя. Расписывай на меня дачу. Да как я буду расписывать? Мне твоя дача не нужна была бы, если не этот долг. Простите, простите, пожалуйста, ответчик, в этой ситуации истец знал, что вы увлекаетесь этой карточной игрой? Естественно, это все знали. Это моя игра, я люблю в бильярд поиграть, я люблю там в доминошки. Ваша честь, он всю жизнь только зарабатывал тем, что играл в карточки, только не в онлайне, а в реале. Он катал и работал по поездам, и постоянно народ одурачивал, ну, этим, собственно говоря, и жил. Только онлайн и реальная игра, это совершенно разные вещи. Ты говоришь, зачем подставу эту сделал, что я якобы там 60 тысяч пришли, может быть, и проиграл. Ответчик, 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 ну вы же играли в компьютер. Ну я не думаю, дело в том, что он сказал, что это деньги-то виртуальные, это как в фантики играть, как бы ни на что. Так, покупаешь, отдаешь, а... Ничего себе, фантики, 60 тысяч. Ты сказал, что виртуальные деньги, виртуальные, это не что, это воздух. Так, ответчик, будьте добры, пожалуйста, размер вашей пенсии назовите. 10 тысяч. А? 10 тысяч. Считай мне справочку через судебного пристава, а у вас расписка есть, да? Ваша честь, да. У меня также имеется расписка о том, что свидетель, ну, ответчик действительно 10-го числа играл на моем компьютере в игру. Об этом я дал расписку, да? Да, я также у него просил, чтобы он написал расписку о том, что он обязуется отдать мне эти деньги, и он наотрез отказался. Ну это полгода мне отдавать тебе мою пенсию. У него этих денег в данный момент нету. Когда они будут, и вообще будут ли они у него, я не знаю. Ну и как вы хотите тогда взыскивать? У меня, я предлагаю такой вариант. Мне известно, вот, как он говорил уже по поводу дачи, что у него в Тверской области имеется дом. Домик... А хухо, не хухо? Ответчик, 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 я вас штрафую на тысячу рублей. Я возьму на ладу. Домик там, честно говоря, не ахти, так вот, если ответчик перепишет на меня этот дом, меня этот вопрос просто... Да, вы знаете, будьте добры, пожалуйста, в суде, будьте добры, пожалуйста, в суде не ставят никаких условий. Вы предлагаете ответчику заключить мировое соглашение, пожалуйста. Подождите, ответчик, вы предлагаете ответчику заключить мировое соглашение. Вы настаиваете на том, что по вине ответчика вы потеряли денежные средства в размере 60 тысяч рублей. Что вы готовы в данной ситуации не взыскивать указные денежные средства, если ответчик совершит в отношении вас соответствующие действия, предусматривающие переход права собственности на дом, который располагает ответчик. Абсолютно верно. Вы согласны с таким мировым соглашением? Нет, конечно, у меня есть свидетель. Дело в том, что накануне этой игры, того, как он меня пригласил, Игорь снял все остальные деньги со своего счета. Там остались только 60 тысяч, которыми он, видимо, был готов рискнуть, приглашая меня. Да вас не касается, сколько я снимаю денег. Это мои деньги. Ну ты обезопасил себя. Так, хорошо. И мой сын видел эту расписку, сколько... Будьте добры, пожалуйста, пригласите свидетеля ответчика. Это такой же мошенник, как и он сам. Истец, истец. Свидетеля ответчика, пройдите. Успокойся. Ну, скажи все правду. Здравствуйте, Ваша честь. Зарубин Иван Викторович. Привет, Вань. Ваша честь. Я хочу сказать, что вся эта сомнительная история с покером произошла после того, как наш дитек Игорек узнал про завещание, которое папа написал на дому в мою пользу. И еще хочу сказать, что накануне, перед тем, как пригласить папу к себе поиграть в покер, он почему-то снял сумму денег со своей карточки. Большую сумму. Откуда я это знаю? Еще раз говорю, это не ваше дело. Просто когда я поехал к нему разбираться, он мне стал ругаться, выписку ссувать на 60 тысяч рублей. А я у него на столе еще одну выписку увидел и с собой прихватил. И что я увидел? Вся эта история произошла 10 ноября. А 9 ноября Игорек зачем-то снял 140 тысяч со своей карточки. А для чего? Да очень просто. Просто он оставил эти 60 тысяч, чтобы папа больше не проиграл. Он и готов был этими деньгами рискнуть. Все очень просто. Я деньги снял для того, чтобы купить шубу своей жене, твоей, между прочим, сестре. Вот это вот вообще мне кажется смешным. Моя сестра 5 лет в одном пальто ходит, а тут он 140 тысяч на шубу ей решил вдруг снять. Но дело не в этом. Много вы знаете, да? Папа, ему 60 лет. Вы сами видите. Он к компьютеру не знает, как подойти. Нет, он может поиграть, конечно, если ему показать, как и где там что нажимать. Хорошо, свидетель, вашу выписку, пожалуйста. Но дело в том, что, как бы, я так думаю, та ситуация, при которой ответчик утверждает, что истец инициировал эту ситуацию для того, чтобы иметь возможность получить дом в Тульской области. Истец это и не скрывает, предлагая мировое соглашение. Проиграли 60 тысяч, а дом стоит, вот у меня справка есть, если хотите, принесем. Сколько он стоит? Да, он стоит. Он стоит десятки разборки. Нет, 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 это право истца предложить вам мировое соглашение. Ваше право в этой ситуации отказаться от этого мирового соглашения. Теперь, когда он придет в гости, я буду кричать на всю квартиру. Все, истец пришел. Ответчик. Так, суд удаляется для принятия решения. А теперь вернемся в зал суда. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования истца, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, опросив свидетелей со стороны ответчика и рассмотрев представленные документы, заявленные исковые требования удовлетворяют частично и взыскивается ответчика в пользу истца 20 тысяч рублей в счет возмещения причиненного материального ущерба. Суд удовлетворяет иск о возмещении материального ущерба, связанного с утратой денежных средств, потому что лицо, причинившее вред имуществу гражданина, обязано его возместить. В соответствии с правилой части 1 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации. В данной ситуации по вине ответчика произошла утрата денежных средств, принадлежащих истцу, поэтому ответчик обязан возместить ущерб. Суд удовлетворяет заявленный иск частично, потому что в соответствии с правилами статьи 1083 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд может уменьшить размер возмещения вреда с учетом вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред. Суд учитывает то обстоятельство, что ответчик пенсионер и конкретные обстоятельства, при которых действия ответчика причинили ущерб имуществу истца в виде того, что истец лишился денежных средств. Суд считает, что истец своими действиями и поведением способствовал случившемуся. Истец оставил включенным компьютер. Он не принял мер к недоступности компьютера для других лиц, а суд расценивает данные поведения истца как грубую неосторожность. В данном случае истец еще и предлагал ответчику воспользоваться компьютером именно для игры в карточную игру. В данных, при данных обстоятельствах, суд считает возможным уменьшить ущерб возмещения, а именно с 60 тысяч рублей до 20 тысяч рублей, которые ответчик обязан будет возместить истцу. Истец и ответчик, суд согласил свое решение, благодарит свидетеля за участие в судебном заседании. Дело закрыто. Однако, хотела бы я подчеркнуть свидетель, что хотя я и взяла выписку, которую вы представили, дело в том, что у нас свидетели не могут предоставлять самостоятельные вещественные доказательства. И, кроме того, суд, представленный вами выписку, не примет в качестве доказательства, о чем будет особо указано в решении, поскольку происхождение этого доказательства весьма сомнительное. Согласитесь со мной, потому что все-таки доказательства должны быть допустимыми у нас, и, следовательно, соответствует способу добывания этих доказательств. Истец и ответчик, суд огласил свое решение, дело закрыто. Решение суда. Ист удовлетворить частично. С паршивой овцы хоть клок шерсти, а тестя своего я на порог теперь близко не подпущу. Да 20 тысяч мы ему отдадим без проблем. А вот мой дом ему не видать, как своих ушей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова